всем привет друзья с вами гандзи а это новая часть нового сюжета на канале наруто белый лис конохи это уже третья часть наведите максимум шума и актива и тогда части будут выходить точно также как и сейчас каждый день ну а перед тем как мы начнем я напомню вам о том что нужно подписаться на канал поставить свой лайк если что-то интересное в голову придет то камень написать и колокольчик прожать это что касается канала также у меня есть то вич канал и у нас есть целая деревня крутейшая деревня шиноби в дискорд сервере а ссылки на все это вы найдете в описании если будет желание то присоединяйтесь вы не пожалеете ну а мы начинаем наруто белый лис конохи третья часть погнали академия наруто шел на полигон номер 5 именно там он тренировал все свои техники как только он пришел создал два клона которые раскладывали печати когда клоны закончили джинчурики сложил пальцы и появилось 20 клонов 5 клонов он отправил отдыхать еще 5 на тренировку очага чакры и еще 10 отправил тренировать тай дзюцу сам он пошел на озеро которое было неподалеку как только он туда пришел он стал раздеваться он снял штаны кофту и вот остались бинты наруто знал что он может тренироваться в бинтах но потом ему их сушить и это длится как минимум 5-6 часов если для парня просто тронс до чего-либо без бинтов больно то несколько часов без бинтов означало пытки он снял бинты без бинтов он был как кукла без фарфора и вот он стал тренировать ходьбу по воде когда он падал в теплую воду ему было адски больно и так он упал 10 раз за день он обучился полноценно ходить по воде силы парня были на исходе и вот послышался хлопок и всю усталость как рукой смело его голова немного закружилась от огромной информации но ему не привыкать теперь он направлялся домой он шел по темным улицам канухи в каждом окне он чувствовал злые взгляды страх ненависть лицемерия вот что было в окнах его все ненавидели это парень знал он чувствовал каждый нежелательный взгляд но ему было больнее нет одиночества а от непонимания он не понимал почему именно он должен страдать почему именно он ничего не знает почему ему никто не помогает это чувство застряла в тот самый день когда его буквально все бросили и вот он около общаги он заходит в квартиру и ложится на кровать шум ветра и скрежет сверчков создавали ту самую безмятежность он не мог остановить это чувство но он мог закрыть его под замком замком чувств сейчас он запер замком безмятежья и спокойствия и вот он уснул он появился в темном помещении парень не понимал что происходит или как он сюда попал но однозначно он знал что это не его мир перед ним стояли три двери фиолетовая красная и белая каждая из них была настолько особенной что даже удивляло фиолетовая дверь была настолько идеально расписано хоть было и непонятно что там написано но это выглядит красиво каждая буква украшала дверь красная была настолько странной каждый узор доверие показывал историю единственный понятно узор был огромный девятихвостый лис он дремал на пустой равнине при виде этого узора накатило спокойствие и страх что это когда-нибудь закончится а белая дверь отличалась огромными часами на которых было нарисовано кольца изумруд или драгоценности но проблема в том что они белые их не хотелось взять или понаблюдать за бликами от них а наоборот хотелось пройти мимо и самое странное что единственная дверь которая была открыта была красная наруто вошел внутрь и увидел огромную клетку за клеткой он чувствовал негативные эмоции он хотел подойти ближе как вдруг вода за клеткой образовала фигуру это была морда огромного лиса которая пыталась напасть на парня вали отсюда червь я не хочу видеть жалких обезьян как ты кричала морда лиса на все пространство вы кто резко спросил мальчик я кьюби но йоку девятихвостый демон лис рыча проговорил силуэт а я наруто сказал парень почесывая затылок почему ты меня не боишься немного задумчиво спросил кьюби но йоку я больше боюсь людей чем мифических существ столько и грусти проговорил наруто эх тебе пора неловко проговорил ли смотря на потолок но скажи как тебя зовут также неловко спросил парень лис стоял в ступоре какой-то пацан не боится его так еще и хочет узнать его имя курама проговорил девятихвостый и наруто проснулся снова лучи нагревали бинты наруто пристал и понял что больше ничего не болит он резко снял себя бинты и подошел к зеркалу в нем он увидел красивого парня с длинными седыми волосами он резко дотронулся до лица он уже не помнил каково трогать свое лицо как только он понял что это реально он заплакал слезы были холодными истекали по щекам он не стал скрывать свои эмоции и чуть ли не кричал на всю квартиру спустя пять минут он успокоился но все равно трогал свою кожу и вот он стоял перед выбором одевать бинты чтобы все думали что он калека или больше не надевать их минутное раздумие и он выбрал первое он оделся и пошел в академию он впервые за долгие три года почувствовал радость он шел быстро но не торопился в академию он бежал чтобы почувствовать ветер который легонько щекотал лицо теплый безболезненный и такой родной наруто был на седьмом небе от счастья и только ублюдок испортит его настроение он вошел в класс несмотря ни на кого но вдруг перед ним стали три парня один был блондином с голубими глазами другой был с черными как смола волосами и такими же глазами 3 отличался от 2 короткими волосами и фиолетовыми полосками на щеках извинись перед моими сестрами и перед ей они хотели тебе помочь а ты просто ушел раздраженно сказал блондин наруто даже не стал обращать внимание и прошел мимо вдруг его руку сильно сжали чувак не будь ублюдком просто извинись и все сказал 3 который и схватил за руку джин чурики резко отдернул руку и хотел сесть как сразу же 2 ударил барту просто извинись тебя не просят прыгать с пятого этажа сказал 2 и сильным ударом об стол привлек внимание всех вдруг подбежали те самые девочки менма саски и тору прекратите громко сказала блондинка и загородила путь к парню мину отойди сказал менма направляясь к наруто менма только не говори что собираешься драться с коллегой немного удивленно сказала а я сейчас он извиниться и отпустим сказали саски и тору хватит хрикнула на рука и наруто резко встал прошло несколько секунд которые длились как вечность может быть завалите свои лица извиняться я не собираюсь мне помощь было не нужно сказал наруто и вышел из аудитории он решил прогулять уроки сегодня так как смысла нет оставаться когда все знаешь он лег на ветку большого дерева и уснул проснулся он от пристального взгляда седовласки чего тебе нужно раздраженно проговорил парень неприлично разговаривать с человеком если не знаешь его имя меня зовут а я хатаки проговорила девочка и села около парня мне плевать проговорил парень и закрыл лицо руками мне кажется ты мне понравился неловко сказала и смотрела на реакцию парня девочка наруто привстал и посмотрел на девушку взглядом ты хоть поняла что сейчас сказала во первых ты меня не знаешь чтобы я тебе нравился во вторых я тебя не знаю во в третьих ты издеваешься сказал с хладнокровием в голосе парень во первых мой папа уже все про тебя рассказал во вторых ты можешь меня узнать поближе в третьих нет сказала девушка которая была вся красная как помидор прости но ты мне не нравишься твердо сказал парень и уже хотел уйти как вдруг его рукав схватили а что если я сделаю так что я тебе понравились спросила а я смотря в глаза парня ответом стал кивок и испарение наруто появился дома и лег на кровать он только хотел уснуть как вдруг кто-то постучался парня это удивило и он пошел открывать дверь как только он открыл дверь увидел хакаги что мудаку номер один нужно демона спросил парень смотря прямо в глаза главы деревни я хотел поговорить грустно проговорил минато после чего народа впустил его в квартиру они сели за большой стол и смотрели друг на друга минуты три не можешь ли ты показать свои ожоги спросил минато смотря на парня зачем резко спросил джинчурики сегодня ночью я почувствовал всплеск чакры которая отходила от твоего дома сказал минато но на самом деле он почувствовал активность лиса вот сказал наруто и показал ожоги ладно теперь а более важные вещи тебе не подходили шиноби в масках встревоженно спросил хакаги нет твердо ответил парень тогда ладно знаешь плохо прогу хотел договорить минато как его перебили мне насрать на твое мнение больше всего и пропустил сегодня я академию из-за твоего отпрыска который меня взбесил и да кстати держи подальше твою мелкую копию от меня сказал джинчурики и начал прогонять хакаги ладно но напоследок скажу не слушаешь шиноби в масках если конечно о намекаться снова не дали договорить а хлопнули дверью перед носом наруто лег на кровать и попал в подсознание наруто оказался перед лисом который храпел хэй курама крикнул наруто и лис сразу же проснулся чего раздраженно фрикнул лис сейчас ко мне пришел один плохой человек и говорит что чувствовал всплеск чакры ты не мог бы исправить это спросил наруто насчет этого я уже все сделал и кстати у меня подарок сказал курама и показал огромным когтям куда нужно встать парню наруто подошел ближе и через секунду лис дотронулся до лба парня тем временем джинчурики почувствовал огромный всплеск усталости он еле как стоял на ногах тем временем лис устроился поудобнее что это было крикнул парень смотря на курама и я передал воспоминания о огненных техниках которые я знаю сказал лис и сунул морду под лапы то есть я смогу использовать огненные техники прокричал наруто чего лис закрыл уши это воспоминания они техники ты должен сам их изучить а я просто помог тебе сказал курама и уснул спасибо сказал наруто и вышел из подсознания наступило утро наруто лежал на кровати и обдумывал о техниках их было много но две трети были бесполезны и так он лежал несколько минут как вдруг кто-то постучался наруто привстал и пошел к двери он открыл дверь и увидел три фигуры первые шиноби был высокий и широкоплечий его седые волосы встали как иглы у ежа второй был тем же телосложения но волосы были черные короткие и еще спиральный шрам на пол лица 3 был немного ниже тех двоих длинные черные волосы были в хвосте что вам нужно резко спросил наруто на что один из троицы вытащил письмо в нем было написано наруто это элитные джоунины я буду тренировать тебя пока обучение в академии не закончится минато на микадзе хакаги как только он прочитал письмо он скомкал его в шарик и выкинул куда подальше от действия парня троица приохренела но стерпела негодование скажите этому придурку что учителя мне не нужны ни под каким предлогом сказал наруто и захлопнул дверь перед джоунинами какаши мне сейчас не послышалось немного неловко спросил обита нет проговорил какаши сдерживая удивление я в шоке проговорил шепотом и тачи который ожидал радостные крики мальчика а получилось немного иначе через секунду троицы уже не было наруто понимал что они бы могли натренировать стихию огня но ему не нужны подачки от хакаги как только они ушли наруто вышел из квартиры и пошел на полигон номер пять сегодня он должен изучить огромный огненный шар пламя дракона и цветы феникса тренировка была настолько сложной что народа создавал пачками клонов пока его чакра не закончилась в итоге техники были изучены но не идеально наруто уже хотел уйти домой как вдруг появился менма менма вышел на середину поля не замечая наруто который стоял у выхода из полигона вдруг у второго джинчурики появился синий шарик в руках мысли наруто откуда у этого эгоиста это сильная техника хотя у него же отец каги эх как же я завидую этим детям любящие отец и мать братья и сестры почему я не заслужил этого почему я должен страдать из-за какой-то деревни да я уничтожу все не оставлю ни крошечной части этого грязного мира единственный кто мне нужен это курама менма ударил манекен росенганом и сразу же манекен взорвался вдруг второй джинчурики заметил сажу которая осталась от огненных техник наруто светлый джинчурики обернулся в ту сторону где раньше стоял темный наруто шел к дому бывшие облака образовались в огромную тучу она настолько огромная и темна что даже закрывала солнце под собой вдруг полил дождь наруто поднял голову вверх и высматривал тучу джинчурики хотел получить замок спокойствия но вдруг мир остановился капли пыль остановилась наруто смотрел на молнию которая чуть его не прикончила ярко-голубая парень отошел от места поражения и оглянулся все застыло как в стоп-кадре наруто пошел домой прошла минута и все снова заработала дождь лил как из ведра а молнии летали по всей территории конохи джинчурики осталось немного до дома как он почувствовал запах гарри он побежал домой и увидел как бывшая квартира сбережения которые лежали внутри вспыхнули как спичка пожар прибыли тушить только тогда когда уже все сгорело парень стоя на коленях смотрел на это он не знал что ему делать денег нет единственное жилище уничтожено огнем он резко встал и пошел куда глаза глядят это заметили спасатели и хотели все узнать но их остановил главный наруто шел несколько минут под дождем он уже ничего не хотел его пустые глаза смотрели в пропасть курама пытался достучаться до джинчурики но тот уже не был в себе шаг полет земля удар боль прошла неделя наруто лежал в пропасти его эмоции просто исчезли как и остатки доброго мальчика курама лечу парня своей чакрой но даже этого не хватало бледное лицо смотрела на небо он ничего не хотел и ни о чем не думал вдруг в пропасть пришла та самая троица это он сказал какаше и подобрал тело парня наруто отнесли в больницу а сами ушли сдавать отчет что с наруто закричал минато на весь кабинет он относительно в порядке но его чакра она слишком темная и тяжелая проговорил какаше у него стресс его дом и сбережения сгорели дотла неделю назад сказал оби то почесывая затылок эх свободны сказал намекадзе и стал разбирать бумаги когда троица исчезла минато сжал листок бумаги он не знал что делать он хотел вернуть сына но не мог вдруг в кабинет вошла кушина минато расскажи кто такой наруто единственное что я знаю что он джинчурики темной части девятихвостого кричала кушина на мужа кушина само рождение его родители погибли а именно 10 октября когда наш сын умер я нашел его и запечатал в него о нем заботились юкина учиха но когда джинчурики исполнилось четыре года его лишили семьи он стал калекой из-за ублюдков которые избили его пересказал минато жизнь мальчика но наврал в том что его родители мертвы то есть ты оставил маленького мальчика волка ты же сам знаешь какого живется джинчурики а ты он будет жить с нами и это не решается кричала хабанера на мужа он меня ненавидит проговорил минато это твои проблемы сделай все что можешь но чтобы он жил с нами сказала женщина и хлопнула дверью черт сказал шепотом на микадзе тем временем цунады охренела от того что его кожа восстановилась как кричала женщина смотря на парня цена да и лечила парня полутора часа потому что парень был в порядке как только женщина вылечила парня сразу же побежала к намекать за по пути она встретила недовольную кушану но не стала останавливаться она без стука вошла внутрь сунады как наруто неловко спросил минато минато все его ожоги исчезли задыхаясь проговорила женщина что пар кричал на микадзе он сам в порядке но вот чакра проговорила цунады разговор продлился очень долго минато понял что случилось но не стал говорить цунады тем временем наруто проснулся он не чувствовал ничего ни гнева ни радости не спокойствие ни чего пустота вот что осталось он уже не был тем мальчиком который ненавидел всех он стал пустым наруто привстал его пустые глаза осматривали комнату на наличие еды он увидел суп и подошел к нему рамен наруто стал есть рамен ни вкуса ни радости не было после он подошел к зеркалу он выглядел побитым синяки мелкие раны наруто взял скальпель и порезал руку так чтобы он не умер боли не было является ли теперь наруто человеком продолжение следует и так если вам понравилась третья часть этого нового сюжета наруто белолис конохи то поставьте лайк напишите свой комментарий и обязательно выполняйте миссию ранга а а именно за половитесь на twitch и вступите в нашу деревню шиноби в дискорде ссылки в описании будут надеюсь вы проявите максимум активности и тогда обязательно этот сюжет закончится до конца а с вами был как всегда ганди спасибо за просмотр и берегите себя еще услышимся а 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 Продолжение следует...